Хвостатые земноводные, примерно 340 видов их, уроделла они называются или колдата хвостатые, имеют удлинённое туловище, которое переходит в развитый хвост. У лягушки нет хвоста, основные отличия как раз. Тритоны, саламандры и некоторые другие. В этом клипе я общую характеристику рассматриваю, и потом некоторые примитивные будут семейства тритонов, а позднее уже будут протеи и саламандры в следующих клипах. Они считаются примитивными по сравнению с лягушками, потому что у них там примитивное строение позвонков, хорда может в течение всей жизни сохраняться, нет ребер на самом деле, короткие верхние ребра, как у костных рыб. У них не закончено окостенение скелета, перечевой пояс хрящевый, как правило, в значительной степени. Могут быть ушные кости, у них нет барабанной перепонки, то есть они плохо слышат, в отличие от лягушек, которые хорошо слышат и всё время квакают. Личинки имеют 4 пары жаберных щелей, кровеносная система имеет неполную перегородку между предсердиями, а высшие хвостатые амфибии всё-таки могут иметь и полную перегородку. Большинство из них дышат лёгкими и кожей одновременно, также они могут дышать через слизистую оболочку ротовой полости, они иногда в рот набирают воздух и так дышат. Но и у многих лёгких вообще нет, и там ноги вообще полностью водные почти. Оплодотворение у них, как правило, внутреннее, причём самка захватывает клоакой, то есть задницей, мешки со сперматозоидами, сперматофоры. То есть у них активно там самка при оплодотворении действует, самцы откладывают сперматофоры со спермой. Но по-разному у них бывает, кое-какие подробности расскажу позже. Количество икры примерно от 2 яиц до 700, это считается мало, потому что вот лягушка может много икры, допустим, выдать. В связи с этим у хвостатых забота о потомстве. Допустим, они могут яйца заворачивать в листья или могут охранять яйца. Возможно, у некоторых есть живорождение. Метаморфоз личинок во взрослое животное постепенно происходит, то есть у них личинка в целом походит на взрослое животное, и у многих неоттение. То есть личинки могут размножаться, наиболее известен аксолотль в этом плане, о котором как раз вот в этом клипе и будет. Что касается классификации, 5 подотрядов. Вот самые примитивные, это считаются скрытожаберные и углозубые, которых также всей компанией называют тритоны часто. Но это разные, на самом деле, там семейства. Потом идёт семейство сирены. Это всё вот считаются такие примитивные. Потом идут протеи, на которых отдельный клип. Амбистомовые, при которых сегодня будет. Амбистомовых развито неот и не е, то есть личинка может размножаться. Ну и конец саламандры. Саламандры считаются высшие хвостатые земноводные. Про саламандры тоже потом будет. Как правило, они всё-таки постоянно живут в воде, либо большую часть в воде. То есть некоторые вылазят там на сушу, тритоны. Но основную часть всё равно они живут в водоёмах. Естественно, размножаются они тоже все в воде. Чем больше связаны они с водоёмом, тем более длинное у них тело. Те, которые живут в горных ручьях, отличаются также сильными конечностями с когтями. Вот у них ноги с когтями, за которыми они держатся, ручей, чтобы их не смыло никуда. Те, которые в подземных водоёмах живут, у них могут глаза редуцироваться. Но обычно глаза хорошие у тритонов. Саламандры из них считаются самые развитые. У них мощные конечности. Саламандры бегают примерно как ящерицы, очень быстро. У них также длинный выбрасывающийся язык у саламандры, как у лягушки. Практически полностью хвостатые земноводные в северном полушарии. В Австралии их нет. В Африке они только на севере Африки. В Южной Америке есть пару видов, но всё-таки в основном североамериканские виды. Ну вот мексиканские, допустим, и так далее. Известны они с мезозойской эры. Но, очевидно, достаточно древние, потому что бывает, что они разорваны по континентам. То есть, допустим, один вид протеи в Европе, другой в Северной Америке. Взглядовательно, протеи были, когда Европа и Северная Америка всё-таки один континент были. Довольно много в Юго-Западном Китае. В Сибири у нас достаточно много хвостатых земноводных. Перехожу к характеристике семейств. Семейство скрыто-жаберники. Считаются наиболее простые. И наиболее известный из них исполинская саламандра. Хотя это ни хрена не саламандра. Это тритон примитивный, скрыто-жаберник. Исполинская саламандра – это Китай и Япония. Один вид китайский, другой японский. Самые крупные земноводные, которые вообще бывают. 160 см, то есть размером с человека, это исполинская саламандра. Приплюснутая голова и туловище. Сжатый из боков веслообразный хвост. Напоминает такого вот крокодила. Маленькие глаза без век, широко расставленные, а ноздри, наоборот, у нее сближены. Ну, такой крокодильная морда такая типичная. Живут они в среднем течении быстрых горных рек и ручьев. Днем они, как правило, спят где-нибудь под камнями или под берегами. Ночью они выходят и едят лягушек, раков, рыб, насекомых. В основном, причем, отыскивают при помощи обоняния. Они по дну реки передвигаются. Он может под водой спокойно жить. И нюхает, а потом ловит какую-нибудь рыбу там или лягушку. Притаится, подстерегает добычу и быстро выдвигает голову, хватает челюстями. Вот у него есть зубы, чтобы удерживать добычу. Примерно в августе-сентябре они размножаются. Откладывают яйца в виде шнуров под водой. Икру оберегает самец. И самец хвостом махает вокруг икры, чтобы там было достаточно воздуха хорошо. Икра примерно 2 месяца развивается. Влупляются личинки с жабрами по типу головастика. Ну и примерно год он живет как головастика. Потом достигает где-то 20 сантиметров. И тогда отбрасывает жабры. Вырастает до 160, потом большой. Но вот эти саламандры, к сожалению, имеют вкусное мясо. И китайцы, обожающие все на свете есть, их почти истребили, съели. Поэтому сейчас они в международной красной книге, эти испаринские саламандры. Потому что в Китае и в Японии они их полностью истребили. Есть ископаемая гигантская саламандра огромная, которую даже считали человеком. Она потому что ростом с человека. Шейхсер такой был. Это все обыграно у Чапика и у романи про саламандр. Была такая, то есть откопали в 18 веке, что сравнительно недавно была саламандра размером с человека. Ее путали все время с человеком. Если кислорода недостаточно, вот испаринская саламандра может подниматься к поверхности, захватывать воздух и потом дышать через слизистую оболочку рта, а не через легкую. То есть он заглатывает воздух в пасть и потом через кожу рта он впитывает кислород. Другой вид это леганский скрытожаберник. Это тоже семейство скрытожаберников. В центральные районы Северной Америки. Размеры до 60 см. Одна треть хвост. Походит, в общем-то, на исполинскую саламандру. Тот же самый образ жизни же ведет. Быстротекущие реки. Днем спит под камнями. Ночью охотится за червяками, моллюсками, раками, лягушками, рыбами. Иногда поднимается на поверхность воды. Тоже у них спаривание где-то конец августа. Строят гнезда самцы под камнями или под скалами. Потом привлекают туда самок. Наружное оплодотворение. Самка откладывает яйца, а самец поливает их семенем. Потом, поскольку самец последний, кто видел яйца, как и у рыб, то охраняет самец. Вот самец лежит там в гнезде среди яиц и повернув голоду к выходу из этой норы. То есть в норе откладывает яйца, оплодотворяет, а потом охраняет. Обычно где-то 300-450 яиц. Иногда в одно гнездо одному и тому же самцу могут 2-3 самки яйца отложить. Где-то яйца до 2 см у них размером. Развиваются порядка 80 суток. Маленькие личинки где-то 3 см длиной. Но уже имеют небольшие лапы, уже такие с ногами. И хвост. Где-то до 18 месяцев у них жабры есть. Когда они достигают примерно 10 см, то они жабры теряют. Следующее семейство углозубы. Тоже примитивные, хвостатые, земноводные. В основном они в Восточной Азии. Наиболее известен сибирский углозуб. Сибирский узел углозуб. Это весьма распространенный как раз в Сибири. Это таежный вид по всей Сибири. Но есть также в Комии. В северных районах тоже есть. Урал, в Перми он есть. Этот сибирский углозуб. Углозуб отличается сибирский тем, что у него 4 пальца. Поэтому также его называют четырехпалый тритон. Тритон это все примитивные, эти хвостатые. Как попало, их называют тритонами. Такого вообще семейства нет. Это семейство углозубов. Ну, вот, в принципе, на картинке все видно. Широкая голова, хвост, где-то третья часть тела. Размеры у него где-то обычно 10 сантиметров. Из них треть на хвост. Приходится. Окраска серо-коричневая и полностью связана с таежными лесами. То есть, сибирский углозуб это таежный вид. Живет в тайге. В других местах, только если там что-то похоже на тайгу, допустим, в тундре может быть пойменный лес. Тогда в пойменном лесу может быть тоже углозуб. В широколиственных лесах почти не встречается. Южная граница совпадает с границами вечной мерзлоты. Поэтому в мерзлоте он тоже может жить. Поэтому в достаточно суровых условиях живет. Очень большая стойкость к низким температурам. Сибиряк. Молодые углозубы экспериментально переносят охлаждение до минус 16 градусов. При температуре даже 0 градусов углозуб остается активным, способен двигаться. Ну вот из-за этого их часто находят во льду в вечной мерзлоте. Там миллионы лет назад какой-нибудь углозуб замерз и там все во льду сохранился. Довольно много таких находок палеонтологических. Постоянно живут на суше, только размножаются в воде. Но обычно они в прибрежной полосе, где-то 2-5 метров от воды он там ползает. Ну аналогично, значит днем он скрывается где-нибудь в опнях, там под подстилкой, под упавшими деревьями, под кочками, под корой. И сибирский углозуб ненавидит прямой солнечный свет. Если у него свет падает, он убегает обычно. То есть он в тени постоянно. Если он оказался на солнце и не может никуда убежать, он довольно быстро умирает. На солнце умирает и кроме того умирает при жаре больше 27 градусов тоже умирает. Ну в Сибири редко бывает. Ночью поэтому он активен, потому что не любит он солнечного света. Глаза у него хорошие, ночью видит. Кормится он червями, моллюсками, насекомыми. Поскольку в Сибири он постоянно зимует, обычно он зимует в гниющих стволах упавших деревьев. Допустим в какой-нибудь гнилой березе, может быть 200 этих глазубов. Вот залазят массово эти, блин, тритоны-то. И там в березе спят несколько сотен в одной березе. Ну так же он может на спячку заползать в трещины, в щели. И вот так часто получается, что потом там трещины водой замываются и он там замурован. И вот как раз таки ископаемые находят вечную мерзлоте. Весной они идут в воду для размножения. Допустим, под Томском сходит снег примерно конец апреля. И примерно в конце апреля они размножаются, как только сошел снег. А в Якутии там может быть снег до начала июня. Вот тоже как снег сойдет в Якутии, они в июне тоже идут размножаются. Но они любят размножаться в теплых, мелких каких-нибудь лужах. Или небольшое озеро, там глубиной не больше пары метров. В больших озерах, в реках они не любят. Но на самом деле там в тайге очень много мелких водоемов. Это я вам точно могу сказать, как коренной житель тайги. Поэтому есть там где у них размножаться, там плашные лужи, там очень мокрая вообще территория. Ну вот, такие достаточно прогретые, чтобы там температура была от 5 до 15 градусов хотя бы. Заселяют и активно там размножаются. Вот в этот период они входят в воду, хвост набухает у самцов. Они ведут различные брачные игры. В частности, допустим, самка углозуба, зацепившись за подводное растение или какую-нибудь корягу, она танцует, она волнообразные движения совершает. При этом, значит, привлеченные ее танцем подплывают самцы. Вокруг нее плавают и время от времени целуют ее в жопу. Ну, в клоаку. При этом самцы могут драться между собой из-за этой самки. Ну, кончается это все тем, что вот там, где она танцевала, она откладывает икру. А самцы прикрепляют к икре пакет сперматозоидов. То есть, вообще, короче, никак они там не соприкасаются, кроме вот этих вот танцев. Они просто кусок спермы, как бы такой пакет со спермы, откладывают сверху яиц, потом они расплываются и происходит оплодотворение. Ну, яйца в виде таких мешков длиной до 2 сантиметров у них формируется. Причем на одном растении или на одной веточке может быть несколько пар таких мешков, которые принадлежат разным самкам. В мешке лежат яйца, и каждое яйцо имеет собственную слизистую оболочку. Обычно в одном таком мешке, который по 2 сантиметра длиной, от 40 до 125 яиц. Собственно, яйцо там примерно 2 миллиметра. Ну, в хорошо прогреваемых местах они предпочитают прикреплять на какую-нибудь веточку. Икра развивается около месяца. Получается, примерно в мае, если мы берем западную Сибирь, появляются личинки, они выходят в воду. В момент выхода имеют примерно 1 сантиметр. Малоподвижные, держатся на дне. Потом постепенно у них жабры увеличиваются, и они становятся подвижными, выползают на поверхность воды. Вот на поверхности они едят, естественно, личинок комаров. Что там в Сибири, что много? Комары. Вот личинки сибирского углозуба же, да? Углозуба. Вот, значит, личинки сибирского углозуба едят личинок комаров. Поэтому углозуб, он полезный сибирикам, так как ест комаров. Комары там конкретно заебывают летом. Ну вот, значит, ест он комаров, потом у него постепенно прорезаются ноги, пальцы, 4 пальца у него. Ну и он становится уже взрослым. Взрослым он становится примерно к концу лета. До 4 сантиметров вырастает, но они вообще где-то 10 сантиметров самые большие. И вот как раз в прибрежной полосе этого водоема выходят они на берег, и в это время их там довольно много. Углозубов сибирских. На третьем году жизни он достигает уже половой зрелости. Иногда их могут есть там вороны, на берегу их ловить и есть маленьких этих. Также у них есть глисты, и иногда бывает он сильно поражен глистами, все легкие забиты этими нематодами. Они зимуют под снегом, поэтому если снега мало, они замерзают. Вот он заползает какой-нибудь ствол дерева достаточно теплый, там труха, там все прочее разложение, и поверх еще должен быть снег, тогда он зимой выживет. Помимо сибирского есть семереченский лягушка-зуб. Также вот его называют лягушка-зубом, потому что у него зубы походят на лягушек. Семереченский это джунгарский алатау, то есть в том числе Китай. Джунгарий, он достаточно редкий, краснокнижный вид, но он довольно крупный такой тритончик, где-то 20 сантиметров, в два раза больше сибирского угла зуба. Типичная вот эта морда, такая же, впрочем, как у всех тритонов. Живет в мелких каменистых ручьях с быстрым течением, водопадами. Там горы, высота примерно 2000-2500 метров над уровнем моря. И вот в этих местах, как раз в ручьях, очень много их. На каждые 100 метров ручья примерно 20 таких тритонов. Большие реки не любит он переходить и на сушу тоже влазить не любит. В ручьях он живет. Тоже устойчивы к низким температурам, как и сибирский. При температуре порядка 0 градусов быстро перемещается. При высокой температуре они погибают, как и сибирские. То есть вот 28 градусов, они погибают. В сибирске тоже 27 градусов погибают. Точно так же они ненавидят прямые солнечные лучи, под солнечными лучами он умирает. Поэтому, когда на него свет падает, он бежит куда-нибудь, ищет в тень, куда бежать. Ну, в общем, аналогично предыдущий описанным днем. Они, как правило, спят под камнями или прячутся там. После захода солнца он начинает охотиться, плавает у дна, иногда залезает под камни, обследует весь участок, допустим, может же на земле тоже. Вот он обследует ручей. Если там под водой никого нет, он выходит на берег и по берегу еще всех ищет. Могут обходить водопады, накромождение камней. Вот в первую половину ночи самые они активные. Едят они личинок-насекомых, прежде всего ручейников, которых там много. Про ручейников я уже рассказывал, про насекомых есть тут полный плейлист. Ну, также, в принципе, если он не найдет ручейника, он может искать пауков, жуков, червей и так далее. Может и комаров тоже личинок есть. Зимуют они под камнями, под омхами. Вылазят они из спячки только примерно в середине или в конце апреля. Вот когда тает лед и снег, вылазит тритон, один из первых в ручьях. И примерно так же начинает размножаться примерно в это время. Откладывают тоже икру, и сперматофоры. Как и предыдущие описаны, примерно так же все происходит. Самцы приклеивают сперматофоры к нижней поверхности, висящего в воде камня. Сперматофоры это комок порядка 6 мм в диаметре и до 4 см в длиной. Внутри очень маленькие сперматозоиды, после чего самцы привлекают какими-то танцами туда самок. И самка к основанию сперматофоры прикрепляет слизистый мешок с икрой. И часто даже по 2 мешка, она к одному сперматофору прикрепляет 2 мешка с икрой. Потом слизь распадается, не то, что распадается, по слизи сначала идут сперматозоиды, естественно, в икру, а потом все это дело распадается. Примерно через 2 суток мешки с икрой увеличиваются в 2 раза, становятся крупными, выклевываются личинки, примерно 50 яиц в одном мешке с икрой. Личинки падают из икряных мешков на дно, потом постепенно перемещаются на мелководные участки водоема. При выходе из яйца личинки порядка 2 см, но уже имеют ноги и там уже даже коготки есть и пальцы расчлененные. В то же время личинка имеет жаберные лепестки, потому что живет исключительно в воде. Где-то, когда она достигает 5 см, у нее жабры постепенно исчезают. Личиночный период и лягушка зуба длительный, превращение во взрослого только на третьем году жизни происходит. И через 2 года половая зрелость, то есть только через 5 лет он начнет давать потомство. Вот это у нас горный тритон, такой джунгарская аллатал. Также у нас в Приморье есть когтистый тритон, он же есть в Манчжурии и в Корее. Когтистый тритон утратил легкие, живет в холодных ручьях, дышит только через кожу либо через слизистую оболочку ротовой полости. Пальцы передних и задних ног имеют когти, которые у взрослых могут утрачиваться. Когтистый тритон длину достигает 20 сантиметров, но где-то половина – это хвост. Окраска светло-бурая, прозрачные горные ручьи, там, где много гальки, сравнительно низкая температура, там, где он обитает, это вот Хабаровский край, там достаточно холодно, но большая влажность воздуха ему нужна. Точно так же, как все тритоны, он ненавидит свет и всегда убегает в тень, если на него свет падает. И жару он тоже ненавидит, в данном случае когтистый тритон умирает при 20 градусах уже. А другие там 27-28. В связи с этим он все время торчит под какими-нибудь камнями в воде, где нету света и тепла. Вот это его любимое совершенно место. Ночью он вылазит и кормится бокоплавами, ногоножками, кивсиками, моллюсками, если возможными, личинками комаров в том числе, жуками и так далее. Вот он беспозвоночными, короче, питается. Уходит на зимовку в октябре и весной, соответственно, просыпается. Спит он с октября по апрель, пока снег, он спит. Размножается тоже, вероятно, в ручьях. Плохо известно его размножение. Личинки тоже первоначально имеют наружные жабры такие с бахромой, которые у них потом отпадают. Личиночный период порядка двух лет. И где-то на четвертый год когтистый тритон размножается. Семейство амбистомовое довольно интересное из-за неотеней. Вот личинка амбистомовых называется оксолотль. Она может в том числе размножаться в воде самостоятельно. То есть личинка размножается, во взрослое состояние не переходит. Взрослое состояние у земноводного это когда жабры отпали. Она с жабрами размножается. Она довольно красивая, этих оксолотлей разводят в аквариумах. На самом деле много амбистом, 29 видов, и у них у всех вот такие оксолотли. То есть оксолотли это просто личинка амбистома, это не вид какой-то, видов там 29. Наиболее широко известная тигровая амбистома, вот она взрослая, 28 сантиметров, из которых половина хвост. Изменчивая окраска под среду. Точно так же и оксолотли, они тоже довольно изменчивые. И в основном в аквариумах держат белых, они такие красивые, но они могут быть и красные там, и всевозможные всякие другие оксолотли. Ну популярны в аквариумах, потому что это такой няшный, такой красивый белый оксолотли. Взрослая амбистома живёт по берегам озёр, прудов, рек, скрывается в норах грузунов. Ночью опять же выходит на охоту, кормится червяками, насекомыми, моллюсками, всякими беспозвоночными. Точно так же они ранней весной, как и все прочие, эти все похожие на них, размножаются. Самки захватывают клоакой сперматофоры и откладывают экрены и мешки. Развитие яиц порядка 30 суток. Выклёвывается маленький оксолотли, где-то полтора сантиметра, и развивается 120 суток. В горах около года. Как правило, личинки могут развивать половые органы и в личиночной уже стадии размножаться. Вот это неотенее называется. В аквариумах, когда держат оксолотли, он размножается несколько раз в год. Вот впервые начинает размножаться в 6 месяцев. А другие тритоны где-то лет так через 5, через 3-5 лет. А этот в 6 месяцев уже размножается. Ну, размножение тоже так, как у взрослого. То есть самцы откладывают сперматофоры, а самка захватывает их клоакой. Самка откладывает до 500 яиц, вылупление на 20-е сутки. И кормятся эти все оксолотли инфузориями, мелкими, ракообразными. Если большие, они едят личинки комаров, дождевых червей они едят, головастиков всяких других лягушек они едят. И сырое мясо тоже может есть в аквариуме. Ну, в общем, в принципе, как правило, быстро-то на самом деле оксолотли в амбестому превращается, если достаточно высокая температура. А если водоём глубокий и температура низкая, то вот он долго может быть в стадии оксолотли и размножаться в таком состоянии. У некоторых видов даже он никогда взрослым не становится, только вот эти оксолотли. Ну, видимо, рано умирает просто. Проводили различные эксперименты, экспериментально могут оксолотли перевести довольно быстро во взрослого. Управляет гормон щитовидной железы и даже просто обычный этот самый тиреоедин. Если их кормить щитовидной железой или даже просто колоть им тиреоедин. Тиреоедин это у нас сейчас продаётся в аптеках во всех, левотероксин. Вот если им гормон щитовидной железы, обычный, который у всех этих позвоночных есть, если им колоть, то он быстро взрослеет и превращается во взрослого. Так, салутли. Дальше у нас есть, помимо вот этой описанной тигровой амбестомы, мраморная амбестома североамериканская, кротовидная амбестома мелкая, 10 сантиметров она, тихоокеанская амбестома, это всё северная Америка. То есть, тихоокеанская имеется в виду Калифорния, допустим. Тихоокеанская может быть 30 сантиметров и может, кстати, лазить по деревьям даже. Тихоокеанская амбестома ещё известна тем, что когда она испугалась, она лает. Какой-то такой звук издаёт, напоминающий лай собаки. Но поскольку она крупная, она ест других всех амбестом. Ест мелких лягушек, змей может есть, грызунов маленьких, но которые меньше 30 сантиметров, меньше её. Откладывает примерно 100 яиц. Также есть олимпийская амбестома, это штат Вашингтон, ну и вообще леса США. Она маленькая, 10 сантиметров, дышит в основном кожей и слизистой оболочкой ротовой полости. Лёгкие, почти не развитые. Также у нас есть сирены, но это небольшое совершенно семейство, там всего три вида, 4 или 3 пальца. Вот у этих земноводных может быть и не 5 пальцев, а меньше. Кости верхней челюсти веки глаз отсутствуют, вместо челюстей роговые пластинки. Ну, тут большой сирен есть, такой карликовый сирен. Большой сирен 90 сантиметров, неплохой такой, у него 4 пальца. Карликовый 35. Дышат жабрами, хорошо развитыми, лёгкими, поднимаются поверхности воды за воздухом, в основном живут в воде, малоизвестен образ жизни этих сиренов, кормятся моллюсками, ракообразными, червями, другими тритонами, головастиками и так далее. В неволе откладывали по несколько сотен яиц. Сначала личинка с большими жабрами, а потом они уменьшаются. Ну, и на этом, в общем, примитивное всё. И протеи в следующем клипе.